Мы в первый раз в Ереване приехали специально для концерта Димаша. Мама моя очень большая поклонница и очень волнительно мы были на концерте. Очень тепло, душевно. Вот мама была очень рада. Мы летели на его концерт два дня через четыре страны только чтобы увидеть его вживую и услышать первый раз в жизни. Это моя мечта была и моя мечта осуществилась. Это первый раз, когда я его встречу, потому что он не был в этом отношении. Есть фан-грюпы, но не для встречи Димаша. Я очень рада встречаться с ним сегодня. Это второй раз, когда я была в Армадии, но это было в септембре прошлого года. Я надеюсь, что в этом году я смогу увидеть его близко. Я сама из Казахстана, город Шымкен. Поклонница Димаша уже с 18-го года. Стараюсь, если есть возможность, ездить на концерт. Это мой четвертый концерт. Армения прекрасная страна. Нам очень здесь понравилось. Вообще все замечательно. Люди прекрасные, красивые, доброжелательные. Спасибо армии за такой прекрасный прием, хочу сказать. Это сыночек, сын всего народа, всего Казахстана, наша гордость. Поэтому мы Аллаха просим, чтобы никто его не сглазил, чтобы был здоров и дальше продвигал нашу культуру, наше искусство. Мы просто счастливы, что такой мальчик, такая звездочка у нас в Казахстане. Когда он исполнял дудук, полностью имитировал своим голосом, это что-то было. Те ребята полностью, дамы и господа, все стали стоя и просто были в восторге полном. Армянская песня, она даже вызвала слезы. Это прекрасная песня, конечно. И хотелось бы сказать, что об Армении действительно прекрасная страна, с высокой культурой, с ревностями. И от всего Еревана, вот прям веет той монументальностью такой, красотой. Люди прекрасные, слов нету. Барак Дзейс. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие дамы и господа. Всем большой, 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 большой рахметь за то, что поддерживаете мои концерты. Для меня огромная честь иметь возможность каждый раз выступать перед вами. Вот уже на протяжении, почти на международной сцене, со времен Айм Сингера, уже прошло почти 6,5 лет. И все эти годы я чувствую вашу поддержку, ваше тепло. И я считаю, что я один из самых-самых-самых счастливейших людей, счастливейших артистов в мире, потому что каждый артист мечтает, чтобы все его творческие амбиции были всегда поддерживаемы зрителями, такими, как вы. Для тебя есть особенный подарок, который тебе очень понравится. Его подготовили. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Браво! Браво! Спасибо. Огромное спасибо вам. Огромное спасибо. Спасибо огромное. Аплодисменты. Удивительный народ. Удивительная музыка. Прямо я буквально вчера только... Ну, до концерта, конечно, я прослушивал разные композиции армянские, народные. Думал сыграть, может, какую-то народную композицию на Дембрея просто. И буквально за несколько часов до концерта я услышал эту песню. Она так полюбилась мне, что я решил за несколько часов по-быстрому подучить текст и постараться ее представить в таком виде, в каком она должна была представиться. Я от всей души хочу поблагодарить всех жителей солнечной Армении за то, что вчера очень тепло приняли мой экспромт. Я, наверное, еще раз хочу повториться, должен повториться то, что это была интерпретация, к месту или нет, но интерпретация вашей народной песни солнечным и теплым приветом из Казахстана. Димаш, какие армянские блюда пробовал и какие понравились? Со вчерашнего дня мы столько много блюд попробовали, даже название уже не запомнили. Бастурма я запомнил, долму запомнил, очень шикарные блюда. Стейк по-армянски, шашлыки по-армянски. А ты что запомнил? Шашлыки по-армянски это вообще, это прям полный салам алейкум там. Это вообще, это что-то с чем-то, мне очень понравилось. И знаете, больше всего мне понравилось то, что армяне мне очень сильно напоминают нас самих казахов, потому что хочу рассказать одну историю. Когда я сидел в самолете, рядом со мной сел один парень примерно, наверное, чуть помадше меня будет, но... Мы с ним разговаривали, и он... Ну, он узнал меня, и говорит, у вас концерт в Армении или там по делам? Я говорю, да, концерт. Он говорит, а сегодня вечером что делаете? Я говорю, ну... Будем работать, у меня столько дел, там, встреч, репетиции. Он говорит, так, во сколько это все заканчивается? Я говорю, я не знаю. Говорит, Димаш Чан, все, просто... Вот мой номер, вот напишите, когда вы будете свободны. Тастархан, все, готово, все уже, накрыт Тастархан, стол накрыт, все. Нету никаких вопросов. Я говорю, спасибо за гостепримство. И прям с того момента я понял, что армяне такие же гостепримные, как и казахи. Да. Продолжение следует...